Ребят, всем привет! Ну что, пришло время попробовать, что наварили наши пиловары за прошедший месяц. Август у нас закончился, лет на самом деле было для пиловаров с точки зрения продуктивности так себе, так себе. Вот, видимо, все отдыхали, кайфовали на фестивалях, вот, но кое-что интересненькое у меня все-таки получилось найти. Давайте начнем с Magic Mesa. Вот, пиловарня у нас участвовала, мне кажется, во всех фестивалях, которые летом были, их уточка была заметна везде. Причем, интересно, по поводу этой уточки, у кого-то я видел в телеграм-канале, что это а-ля не новая история, уже была какая-то пиловарня тоже с уточкой. Если честно, я эту пиловарню не знаю, ну, как бы, те, кто в курсе, наверное, лучше напишите мне в комментарии, кто это, что это за пиловарня. И там Magic Mesa упоминали в плане того, что ничего нового они выдумать не могут. Ну, да ладно, может быть, я ошибаюсь, может быть, я все наврал. Вы напишите в комментах, если знаете, что это за пиловарня такая. Вот, что это у нас такое? Это у нас берлинер вайса, 3,5 алкоголя и 9,5 плотности. Соответственно, это у нас watermelon, strasberry, то есть, соответственно, это арбуз и клубника. Выглядит еще раз вот такая вот. Вот так вот все дело выглядит. По составчику, что-то у нас в составе. Вода питья подготовленная, исправленная, соло-пиловаренные ячмены, соло-пиловаренные пшеничные, концентрированный сок арбуза, концентрированный сок клубники, хмельные продукты, дрожжи, пивные, сорбаткалия, Е202. Да и все, что-то можно сказать, 0,5. Так, ну и 9,5 плотности, тут как бы ничего нового. Так, что интересного выходило у нас в августе? У меня был первый стрим. Да, у меня прошел первый стрим. Я к нему очень долго готовился. Все, думал, как оно пройдет, как будет. Вот, но в итоге, вроде, прошло хорошо. Вот такой вот у нас красный цвет. Я думаю, что... Ну, пены, кстати, мало довольно. Так вот красненький цветик. Ох, ядрено пахнет арбузом. Короче, был у меня первый стрим. И, получается, когда этот выпуск выходит, сегодня у меня будет второй стрим. Поэтому те, кто сегодня выпуск смотрит, переходите. Я думаю, в 7-8 часов, скорее всего, стрим будет. Я думаю, вы анонсик на канале найдете. Вот, так что переходите, посидим, пообщаемся. Ну, пахнет, конечно, сильнее арбузом. Причем это пахнет не особо натурально. Это пахнет ароматизатором от кальяна. Потому что, ну, как бы, сами понимаете, когда я кальян курил, оно прям так и пахнет. Ну, прям арбузом сильно отдает. Ну, давайте пробовать. В принципе, такой красненький, мутненький. Давайте попробуем, скажу, как оно на вкус. Итак, ребятишки. Как любит говорить один из пиловаров Magic Mesa. Что можно сказать по этой истории? Это сладко. Это больше... Больше на первом гладке это отдает арбузом. Соответственно, дальше завершается у нас клубникой. Причем, что арбуз, что клубника. Очень яркие. Очень, ну, довольно много, на самом деле, тут использовано концентрированного сока. Вот. Пьется легко. Но при этом, что приятно, по крайней мере, что некая пивная составляющая, она все равно чувствуется. То есть, это интересно. Не просто совсем уж как напиток, как какой-то сок пьется, но прикольненько. Что-то еще можно сказать. Тело такое, ну, приятное, плотное. Похоже на разбавленный сок с алкоголем. Но алкоголь тут вообще никак не вылазит. То есть, ничего такого. Я такое не очень люблю, но в жару отлично подойдет. Не знаю, почему они выпустили. Хотя, может, сейчас август, еще некоторые там, август-сентябрь, они попродаются. Вот. Надеюсь, что, ну, что Magic Mess осенью и зимой возьмутся за сорта поинтереснее. Вот. Пока я это точно знаю, кто попробует. Я думаю, вы уже многие тоже знаете, это пробует моя жена замечательная. То есть, ей это зайдет 100%. Скорее всего, она любит и клубнику, и арбуз. Думаю, что и будет норм. Взял бы я себе такое за 310 рублей. Скажем так, если бы я это любил, то я бы это, скорее всего, взял. Потому что вкусненько, прикольненько. Но мне немножко не хватило натуральности. Как по мне, слишком, слишком уж ярко вся эта история. Что арбуз, что клубника, это прям дико-дико ярко. Я все-таки люблю, когда эта история немножко более сглажена. Вот. Поэтому я поставлю посередине. Это на любительное. Попробуйте. Возможно, да, наверное, большинству зайдет. Честно. Я что-то как-то думаю, что вот сейчас такое вот в тренде такое любят. Я поставлю посередине, потому что девчонкам точно залетит. Мне хотелось бы чуть больше натуральности. Мне не хватает. Я бы немножко ароматизатора послабже сделал. Был бы, наверное, повкуснее. Вот как-то так скажу. Так. Давайте теперь переходить к Фобруверсу. Ребятки сделали газешку из... Так. Потейто-чипс. Картошка. Вот. Сделали с чипсами, так сказать. Надеюсь, со вкусом чипсов. Что они нам обещают? Так. Это у нас вода подготовленная. Так, давайте по составчику. Вода подготовленная. Солопил вареный. Ячменный. Блин, отвратительно написано. На белыми буквами, на желтом... На желтой этикетке. Солопил вареный пшеничный. Чипсы картофельные. Угу. Картофель массово-растительная. Соль иудированная. Это вот типа, что в чипсах есть. Хмель прессованный. Дрожжи пивные. Сарбат кали. Так. Что тут еще может быть интересного написано? Плотность 12,5. И алкоголь 4,5. Так. Что тут еще интересно? Этот день настал. Бросайте свои дела. Отправляйте детей к бабушкам, собак, на дачу попугаев в клетку. А телефон и беззвучный режим. Закрыв шорт... Шорт. Шторы. Запирайте двери. И даже не нужно включать воду в ванной. Чтобы, так, замаскировать хруст. Вы, наконец-то, дождались моменты, когда можно расслабиться и не свешить. Почувствовать, как ломаются на языке ароматные ломтики. Ощутить, как пикантная соленость вызывает взрыв вкусов на языке. Испытать бодрящую свежесть от покалывающих пузырьков. Все это для вас. И можно с этим не делиться. Ну, слушайте. Интересно. Вот еще раз покажу. Сейчас я, когда буду пробовать, я вам скажу потом после этого, сколько все это дело стоит. Но, звучит интересно. Я, по крайней мере, такого не пробовал. Я не знаю, пробовали вы или нет. Но я вот такую историю никогда не пробовал. Вот. Посмотрим, что у них получилось. У нас сегодня два фабрюверс. У нас еще вот такая вот новинка вышла тоже. Посмотрим. Давайте смотреть. Ой, ну... Так. Что у нас тут? Вот такая вот бело-бледная история. Причем хорошая такая добротная шапочка. Ну, такая бело-бледная на цвет. Но шапка, кстати, хорошая. Прям шапка стоит добротно. Блин, кстати, реально пахнет чипсами. Но не ярко. Солененько немножко. Но не ярко. Но интересно. Задумка прикольная. Да, задумка, кстати, классная. Блин, странно, конечно, это пить и чипсы как-то кушать одновременно. Хрен его знает. Ну, давайте пробовать. Potato Day. Что можно сказать о нем? Это действительно интересно. Я немножко изначально скептически к этой истории относился. Я такой думаю, блин, ладно, окей. Соль. Это прикольно. Это можно как-то обыграть. То есть, в принципе, соленые газешки для нас не новые. Вот, но картофельный привкус. Честно, я хотел его тут чуть-чуть побольше. Он тут есть. Основной вкус все равно соль. То есть, соленый вкус в любом случае будет основным. Но картошечка есть, но ее прям, она слабовата. Ее прям не хватает. То ли не доложили. Может быть, с одной варки так получилось. Не знаю. Но это прикольно. Вот. Что можно сказать по поводу того, взял бы не взял. Я бы это взял. Вот у меня есть, так сказать, некий, так сказать, топчик моих газешек. Не то, что как бы топчик. То, что меня удивило. То, что я готов взять еще раз. Это стоит 360 рублей. Вот единственное, что меня отвлекает, это цена. Потому что стоит столько не должно даже близко. Как по мне, блин, я бы скажем, если бы это стоило 280, я бы это, возможно, брал частенько. Вот так скажем. Мне нравится тут соленый привкус у пива. Его плотность нравится. Тут горчи, понятное дело, нету. Тут идет приятное солодовое тело. Плюс вот эта вот соленость приятная, соль. И на третьем уже этапе, соответственно, идет какая-то вот, немножко картошечка идет. Той самый чипсов, причем не просто картошки, а именно чипсов. Это чувствуется, это прикольно. Вот. Блин, 360 дорого. Было бы 280, было бы классно. Но это идет вот в эту колоночку у нас. Потому что это брать надо. Это прикольно. Это прям необычно. Это интересно. Это прям, вот это прям молодцы. Интересно. Чуть-чуть побольше картошечки. Было бы вот прям очень интересно. Но необычно пить и закусывать одновременно чипсами. Прикольно. Я бы это взял. Так, теперь переходим к следующей нашей новиночке. У нас сегодня 6 новиночек. Всем времени хватит. Subway Surf. Это у нас штамбир. Это у нас, насколько я понимаю, это у нас Нью-Ингланд. Это должен быть Нью-Ингланд. Да, это у нас Нью-Ингланд. Так, 5,5 алкоголя, 15 плотности. Что тут? Вы знаете, я к всяким вот пастикам, ко всем вот этим вот смузи, пастики, Нью-Ингланды. Я ко всему этому отношусь так себе. Потому что их слишком много. Да, какие-то что-то ты можешь выделить. Но при этом это очень быстро пропадает. Ты не сможешь потом еще раз найти то же самое попробовать. Ну, короче, не знаю. Я к этому отношусь так себе. Как бы это, как по мне, это топтание на одном месте. Есть сильно поинтереснее. Вот. Которые... Да и которые ты не можешь эту историю пить на постоянке. Так, ладно. Чуть я забубнился. Давайте переходить к пиву. Так, вода подготовлена. Солод, пиваренный, ячмены, хмель, пивные дрожжи. 5,5 алкоголя, 15 плотности. Оно у нас должно быть свеженьким. По крайней мере, я его покупал... Блин, а где дата? Штамбир. А, вот она. 27,07. Ну да, ну прям свеженько. Конца июля я пишу 22 числа. Соответственно, тут ничего. Должно быть супер свеженько и вкусно. Штамб, в принципе, Ньюнгллда делать умеет. Она такая бледная. Так, я думаю, этого достаточно. Я помню причем, что первый Ньюнгланд, который я попробовал, был как раз штаммский. Я попробовал в Питере. Вот. Причем в баре ТБП. Вот что вам интересно. Слушайте, мне нравится. Мне нравится такой цвет. Как бы все любят такой оранжевый. Прямо аж, да? А вот первый мой Ньюнглд был вот таким. И он мне безумно зашел тогда, на те времена Но нюнглуды мне быстро надоедают Поэтому я, наверное, их так и не люблю Так, чем пахнет? Ну, пахнет какими-то цитрусами Ну, не цитрусами, пахнет фруктами тропическими с мякотью Немного кисловат почему-то пахнет Да, нет, ну ароматика, я бы не сказал, на самом деле, что сильная Что-то бывало, по-моему, поинтереснее Ну, давайте попробуем и скажу Так, что можно сказать про нюнглуд от штамбира? Стоит он 330 рублей В целом для нюнглуда не такая обычная, нормальная, наверное, цена По поводу вкусовых его характеристик Я бы назвал его, наверное, тихим Но скорее по вкусовым характеристикам А не по газированности пива Потому что оно очень сильно газировано Приходится делать небольшие склеечки Потому что, ну, прям сами понимаете Ладно, по поводу вкуса Мне нравится тут само тело То есть оно очень такое бархатное, приятное, очень нежное Это штамбир делать умеет Мне это у них нравится в их нюнглудах Но оно по хмелям немножко скучновато Мало того, что оно в запахе Довольно пресновато, да, какие-то там, типа, фруктики чувствуются Но я бы не сказал, что они прям уж очень такие интересные Вот И хмель, в целом, эта хмелевая горчинка, она чувствуется Она приятная Она не сильно яркая, она умеренная Вот Но Мне тут само тело больше нравится, чем интересность хмелей То есть, как бы, ты Вроде, как бы Такое вот Мне нравится чуть-чуть тело Тело-то отличное Оно очень бархатное, приятное Я бы такое сидел Я вот в баре Я бы прям за радость такое потягивал Вот в баре отлично Потому что там какие хмеля Мне насрать То есть я должен Я, вот, допустим, с друзьями встречаюсь Я сижу, попиваю, я должен потягивать очень приятное Нежное, вкусное пиво Вот, если я пью Котнигун, да Немного ароматное такое С хорошей хмелевой горчинкой Да, можно вот поинтереснее с точки зрения хмелей По крайней мере, с точки зрения запаха вкуса Да, но Это вот для бара отлично Для того, чтобы сидеть дома И кайфовать Цедить его Думаю, наверное, не всем понравится Оно довольно простоватое Вот, есть Негуды поинтереснее Тем более у того же штамбира Я это поставлю посередине Потому что С точки зрения посидеть в компании Наверное, это ок Блин, оно еще такое нажористое То есть, господи Его много не попьешь Ты его сидишь, потягиваешь Я говорю, поэтому, что до бара отлично Вот Ну вот для одного скучновато Можно что-то поинтереснее взять Вот Я, мне кажется, становлюсь все более требовательным Во всех выпусках Но вот так вот я расположу на этот раз Вот так вот этих товарищей Их посередине Так, давайте переходить к следующему Тоже, кстати, от FUBREVERS Интересному претенденту Или не претенденту Блять Кто у нас? Конкурсант? Нет Ну Ну, вы поняли, короче Так, ребят Ну, что Давайте Переходим К FUBREVERS Это у нас Кукинг Это вот та самая линейка Те, кто не смотрели выпуск Про FUBREVERS Будет ссылка в конце В самом Посмотрите Засмотрите этот ролик И посмотрите Про FUBREVERS Я рассказывал там про их историю Как они открылись Что там они творили Кто они сейчас такие И так далее Что они делают И я там пробовал Вот из той же самой серии Но Пирог с голубикой С черникой Голубикой И Спойлер Он был плох Прям очень плох Вот И поэтому Мне стало интересно Попробовать Вишневый чизкейк Посмотрим Каков он будет Я у ребят Написал в тенеге По поводу того Что Как бы Если он такой же плохой Как черничный То брать Точно не стоит Если кстати Кто-то не подписан На мою телегу Ссылочка будет в описании Подписывайтесь Это будет Интересно Там я что-то периодически Выгладываю интересное Посмотрите Вот И там Будут какие-то Возможно Опросики По поводу стримов И так далее Приходите на стрим Там будет интересно Я прям Мне стрим очень зашел Я буду частенько Всю историю запускать Так Ну Пускай все он будет Мне вот что не понравилось Насколько я помню Что там был очень странный Вкус теста С того самого Вот Посмотрим Как они исправили Эту ситуацию Тут Ну Он Давайте Начнем с того Что Он вроде как Не мутноватый Блин Я вроде Намывался А нет Это газация Окей Окей Я вроде Помню что Именно вот этот Песочный вкус Он был очень странный Да и на самом деле Многим Сухопом Черничный Не зашел Так Чем тут пахнет Тут пахнет Вишней И пахнет Пирогом Такой Типа Посыпочка Для пирога Давайте попробуем И Блин Давайте Не попробуем Давайте сначала Расскажу Что у нас По составчику Вода Подготовленная Исправленная Солод Пиваренный Ячмены Солод Пиваренный Пшеничный Пюре Вишни Вот это хорошо Сок Вишни Это Ну ладно Мед Интересно И лактоза Ихмень Прессованный Дрожжи Пивные Сарбаткали Это интересно Срок годности 180 суток Ну соответственно У нас 11 августа Все дело Произведено Ладно Давайте все-таки Пробовать Так Все Я уже готов Подводить Фу Сейчас я скажу Что по цене 400 400 рублей Это стоит Е-мое Нет Это вот Я сразу Ставлю в нет Сейчас объясню 400 рублей Господи Хорошо Вишневый чизкейк Че вы ждете Вы ждете Тут хотя бы Чизкейка Я вот жду Я жду Вкус чизкейка С вишней Да То есть Ну вы не пробуете Вишню С кусочком чизкейка Ну это глупо Вы ждете Вот Вишневый чизкейк Тут его нет Отсол Совсем Блин Какой-то проходняк Господи Ну почему так Ладно Что мы тут чувствуем Мы тут чувствуем Вишню Мы тут чувствуем Вишневый сок Больше Первое вишне Оно там Ну типа Играет какую-то роль Какая-то вот Немножко текстурность Чувствуется Вишневая Но В основном Вишневый сок И никакого Чизкейка Во вкусе Даже нету Немалейшего Намека На хоть Какую-то Выпечку Даже Я сейчас Еще попробую Какая-то Мутность Есть Во вкусе Ну блин Это вообще Ни о чем Это даже Близко Чизкейк Тут нет Того Вкуса Чизкейка Сырного Вы же знаете Что Он делает Специального сыра Блин Какая-то Фигня Это такой Развод На бабки Господи Ну я думаю Что у пиварни Не было цели Развести кого-то На деньги Но Вот эту штуку Не покупайте Это вот Тот же самый шелак Что и черничный Господи Какое-то говно Его-то пить можно То есть Оно питкое Ну ты блин Ждешь чизкейк А тут просто Вишневое пиво И все Это просто Вишневое пиво Причем такси Ну типа Насыщенное Вишневое пиво Ну блин Какой чизкейк О чем вы вообще Тут тоже Какое-то описание Есть Рецепт Кондитерского Сауреля Да он не Кондитерский Ну с чего Вы сяли Взбить Процедить Да и херня Чего вы тут Пишите Господи Это просто Вишневое пиво Причем так себе Оно очень Концентрированное Но Кислое Понятное дело Но Нет Нет Это не Вишневый чизкейк Я хочу Вишневый чизкейк Дайте мне Вишневый чизкейк Я хочу Тут вкус Чизкейка Чувствовать Это просто Вишня Какая-то Херня Да Ой Нет Я расстроен Фобруверс Это прям Очень хорошо Если у вас Отдельный человек Отвечает Вот за это То Кол ему Двойку Ладно Потому что Вишня тут есть А чизкейка нет Вот это прикольно Ладно Чизкейк Не получился Ребята Работали 50 на 50 В этом месяце Давайте Переходить К Я вот еще Хотел посмотреть 450 Нью Ригес Да То есть Ребята Вроде Как бы Как дешевле Выкладываются Чем Остальные На полке Но Но И выкладывают Меньше бутылок Это плохо Пивно Напиток Осветленный Пастеризованный Нью Ригес Бривери Сталт Это у нас Получается Соленая Карамель Десертный Сталт Вот это вот Очень интересно Мне стало Так Что у нас Так Плотность 16 5,5 алкоголя Папу Папа 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 Что у нас По составу Так Вода пивальная Солод Плотный Ячменный Лактоза Овсяные хлопья Солод Пивальный Пшеничный Хмель Дрожья Составу Гуд Интересно За счет чего Они достигли Вот сейчас Будет Очень Очень Яркая Карамель То значит Ребятки Что-то Не дописали Что-то Я по Нью Ригесу Я по-моему Пробовал Что-то Недавно Брал какой-то Нью Ригес Во вкус Винни Насколько По-моему Меня Разочаровал Но Нью Ригес На самом деле Раз на раз Не приходится Что-то норм Что-то Прям нутное Говнище Вот Поэтому Тут Так сказать На Тут Надо Смотреть Глаз Да Глаз За ними Так Давайте Смотреть И нюхать Просто Пахнет Каким-то Странным Сталтом Да Да Просто Пахнет Немножко Желным Карамель Желным Солодом Причем Не сильно Желным Просто Обычно Типа Таким Темным Солодом Вот И все Какая-то Может Какая-то Соленость Странная Чувствуется В запахе Но не сильно Что можно Сказать В принципе Еще По Прошедшему Месяцу Смотрите Была История С Гуси Такая Пивар Не Есть Кто-то У меня С подписчиков Писал Что сделают На них Обзор Они Сделали Пиво С этикеткой Где Был изображен То ли персонаж Известной игры То ли даже Так называлось Пиво Как игра Сама И Соответственно Пролетел Иск От Обладателя Авторских Прав И Видимо На изображение И видимо На название На магазин Который Продавал Это пиво Насколько Я понимаю Ребят Которые Как бы Ну Пивары Решили Уже вопрос С магазином Не знаю Как Все Дело Закончилось Но На связи Они Вышены И Видимо Какие-то Вопросы Начали Решать Потому Что Иск Пролетел По-моему Больше Чем Ноля Ну Понимаете Дело Магазинчик Это Существенная Сумма Вот К чему Это Вот Нас Все Дело Двигает Это Ведет Нас К тому Что Пора Бы Крафтовой Пиларной Культуре Вырасти За пределы Школы И Перерисовки Так сказать Персонажей С игр Персонажей Там С Реворд Привет От Футболистов Звезд И так далее Вот И Все-таки Заказывать Некий Уникальный Дизайн Для себя Либо Покупать Авторские Права Тут Как бы Кому Как Кто Нашу Богат Вот Ребятки Схлопотали Это Понятное Дело Что Магазин Он Конечно Ну Вообще Как бы Ребят Сотрудники Магазина Должны Все Делать Чекать Но Я Не Уверен Что Там Зарплата Сотрудников Их Нагрузка Они Соответствуют Еще Дополнительным Функционалам Но В первую Очередь Конечно Виновата Пиоварня Однозначно Это Вот Виновата Пиоварня Ритейлеры Должны За Этим За Этой Историей Следить Но Пиоварня Конечно Виновата Я надеюсь Что Они Все Возместят Магазину И Договорятся О дальнейшей Работе Вот Вот Такая Вот История Интересная Причем Есть Какая-то Пиоварня Которая Заказывает То ли у девочки То ли у мальчика Не помню Извините Прикольный Дизайн Этикеток Это Я у Тюкина Из Нейтберга Увидел В канале Я вот Сюда Их Помещу Надеюсь Андрей Ты не Заменишься Ты поместишь Сюда Эти Картин Вот И Посмотрите Это Вот Кстати Подход Когда Люди Много Да Но До сих пор Встречаются Вот Такие История Как случились С гусями Ладно Давайте Пробовать Так Что Можно Сказать В принципе По Фэнки Кейк Вот Это Вот Соленый Карамельный Десертный Стал Так Что Можно Сказать Я Если Честно Сначала Думаю Воу За 190 рублей 045 То Бишь За Получается 05 Это Где-то Было бы 210 рублей Условно Будем Брать По 210 Цену За 210 Рублей В принципе Неплохо Это неплохо Действительно Объясню Почему И Объясню Что Мне не Хватает Тут Хороший Действительно Хороший Баланс Карамели Карамель Не Яркая Она Умеренно Сладкая Такая Приятненькая И Десертная История То есть Смотрите Мне Единственное Что тут Не хватает Это Мне не хватает Немного Жженого Тела То есть Жженого Солода Тела А так В целом Оно Сладенькое Умеренно Карамельно Умеренно И при этом Умеренно Десертно Вот Но Вот эти вот Ароматизаторы Они немножко Перевешивают Со мной тело Потому что Я все-таки Хотел бы Вот эти вот Десертные Карамельные Истории Чувствовать На втором Плане А не на первом Вот единственный Минус Который Я могу найти Тут Но С точки зрения Цены И качества Это Это хорошо Это прям Однозначно Хорошо Эту историю Я бы Взял За Выходите Вот с этой Историей Я знаю Что в Нью-Ригас Есть В Где там Короче Винлаве Вспомнил Вот если вы Винлаве Выйдите С этой Истории По 160 180 Блин Нет Вы Нам 45 Продаете Ну Значит По 160 Рублей Если Вот 160 Это Будет Стоить В Вы Поняли Я уже Забыл Опять Видимо Пьянки Немножко Короче Если Будет Стоить 160 Масс Маркете Это Будет Замечательно Вот Это Будет Очень 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 Хорошо Прям Доволен Это Прям Гуд Итак Ребят Ну Что Переходим К последней Наш Новиночке Это Миднайт Это Вот Креатор Зе Тайлер Да Забавное Название Так Скать Есть Так Есть Исполнитель Тайлер Зе Креатор Ничего У него Не слушал Вообще Ничего Не слушал Вот Это Какой-то Там Рэпер Американский Видимо Очень Креативный Насколько Я слышал Ладно Что Говорит Нам Получается Миднайт Дабл Блэк Ипо С Раминями Каскад И Масайк Ну То есть Тут Как бы Ничего Нового Продолжает Традицию Знакомит Вас С домашними Любимцами Нашей Команды Тайлер Тот самый Который Креатор И рядом Не стоял С пушистым Красавчиком Что живет Дома У Владимира Аскерку Надеюсь Я правильно Сказал Кот Тайлер Самое Милое Самое Милое Недразумение Которое Вы сможете Себе Представить Вечно Голодный Немного Глуповатый Подруковатый И любимый Да еще Обещали Короткошерстого А вырос Лохматый Как Путин Думаю Каждый Из нас Хотя Встречал Раз Такого Котика А если Был Его Владельцем То Это Отличный Респект Слушайте 8,5 Крэля 65 Обил Соответственно Блин Концепция Классная На самом деле Я долго Не пробовал Миднайт Не знаю Почему Как то Я его стороной Обходил Вот Но По-моему Последним Я в выпуске Что-то пробовал Отмедать Мне зашло Насколько я Помню Вот И я думаю Что сделает Мне тоже Тут 8,5 Алкоголя 65 Обил Сказал Уже Вот Тут Как бы Плохо Прописано На Таком Фоне Что У нас Тут 18,5 Плотности Это Плотненько Будет Это Будет Очень Плотненько Так По Составчику Дрожжи Так Так Соперный Ячменный Хмель Игнорированный Дрожжи Пивные А Тут Ничего Особо Нового Нет Баночка Прикольная Похож На мою Черняку Андреевну Вот Она сейчас Там сидит В соседней Комнате Чтобы нам Не мешало Ох Так Ладно Ну Это Не критично Я конечно В теории Мог Немножко Растрясти Но Верхом Не пошло Сильно Так Немножко Плюхнуло И все Не страшно Ну Насколько я понимаю Тут просто Спортилась Темная Солода Неизвестно К сожалению Какие именно Вот Но Так как у нас Это Медная Белорусская История Я не знаю Какие санкции Вводились там Блин Извините Все в пи Какие санкции Там вводились Что там Сейчас у нас Получается Солодами Хмелями И всеми Остальными Составляющими Дрожжами Полуки Ну Пахнет Пока Никак К сожалению Пахнет Пеной Ну Не пеной Понятно Так давайте Я лучше попробую Потому что по запаху Вообще ничего Не пахнет Если честно Вот Я думаю Что Тут скорее всего Просто Использовались Темные Солода Вопрос В каком Соотношении Вот И Интересно В каком Объем Использую Хмеля Сейчас попробую И скажу Свои Резюме Так Ребят Хо 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 Это Сложно Это Сложно Ребята Точно Постарались Это В этом Точно Есть Попадание В их Кота Это Такой Неугомонный Аромат Блин Очень Сложно Ребят Очень Сложно Им Сложно Оценить Сказать Каково Оно Давайте Начнем С того Что Это Крепко То есть Это Прям Либо Я Уже В течении Выпуска Накидался Вот Либо Это Действительно Крепко Что Мы Тут Чувствуем Тут Хмелевая Горечь Она Действительно Неплохая Она Немаленькая Она Жестковатая Я бы Не сказал Что Она Раскрывается Какими Интересными Хмелями Такими Знаете Что Там Сити Прям Ой Какая Прикольная Необычная Нет Он Тут Тут Вся суть В Солоде Вся суть В основе Это Прям Сидеть Небольшими Гладками Подтягивать И Кайфовать Именно От сочетания Все таки Основной Базовой Интересной Такой Немного Жженой Солодовой Основы И Дополнение Его Некими Хмелями Как по мне По моим вкусам Рецепторам Это Налюбительно Я могу Сразу Сказать Что Не всем Может понравиться Но Это Меня Приятно Удивило С точки зрения Наверное Вот я его поставлю Вот так Думаете сюда? Нет Думаете сюда? Нет Я его поставлю Вот сюда По одной Простой причине То есть Я это Это стоит 195 рублей Это дорого Это дорого Прям согласен Но Я бы это Сравнивал Знаете С чем С желанием Вот когда я Бенгитцев Покупаю Сижу Их так Медленно Подтягиваю Кайфую Потому что Плотность Тут высокая Она Достаточно Для того Чтобы Не пить Залпом А чтобы Сидеть Подтягивать И Это Можно Сидеть И Долго Подтягивать Это Очень Такой Женый Прелый Не то что Прелый Но Женый Такой Прям Приятный Вареный Вкус Солода Интересный Который Можно Сидеть Небольшими Гладками Подтягивать И Да и В принципе Достаточно Блин Очень интересная Очень интересная Штука Очень интересная Я вот эту штуку Я прям советую Больше всего попробовать И наверное Вот эту Если увидите За хорошую цену Это просто взять Домой Короче Вот этот норм Взять за свои деньги Она больше не стоит Хотя Нет Она нормальная Вот за свои деньги норм Это просто Необычно Прикольно Попробовать Но вот это Это прям Сегодня меня Больше всего удивило Очень Очень Серьезная Работа Вот это Вот прям Даже по вкусу И по алкоголю И по всему остальному Это прям Вот очень серьезно Давайте я еще разочек Готочек сделаю Блин Немножко алкоголя Многовато Вот Единственное Что нюанс Какой-то Алкашки Немножко лезет Прям Остальное Как он Какое вот это Солодовое Прям Тело Такое Плотненькое Вот это Прикольно Это прям Посидеть Посмаковать Подумать Попробовать Вот Вот это Вот очень хорошо Миднайт В очередной раз Блин Да Они прям Конечно Могут Умеют практиковать Миднайт Входит Наверное Вот Меня на стриме Спрашивали Про Пиловарни Которые Прям вот Для меня Считаются Топовыми Не топовыми Миднайт Постихонечку Туда Подбирается Так Ребяточки Надеюсь Вам все Понравилось Сегодня Вечером У нас будет Стрим Заходите Пообщаемся Можем По этим Новичкам Еще пообщаться Пообсуждать Что На этом Все Всем большое Спасибо Подписывайтесь На канал И поставьте Лайк Обязательно Это помогает Видео Поставьте Ничего сложного Нет Пожалуйста Отдельно Так сказать Респект Уважение Кому Георгий Хотя У меня Столько Пописчиков Нет Чего У него Пендриваться Какую-то Фишку Кто-то Начал С блогеров Подождите Это ТБП Нет Все Отказывается От этой идеи Я просто Футбольного Увидел Еще Блогера И Вспомнил Что ТБП Такое Было Поэтому Нет Мы так Не будем Делать У всех Все Будет Хорошо Всем Большое Спасибо Всем Пока